Девушки отдыхают 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 А вот к слову о топах полулегкого дивизиона, мне вот интересно, кого там дали Келвину Кеттеру. Сегодня Кеттер заявил, что получил какой-то громкий бой. Ждем новостей. А мы возвращаемся уже к турниру и продолжаем с бойцами. Тут Джессика Андрада на очереди, и она вчера обновила несколько мощных показателей. Это 12-я победа Джессики в UFC, и среди женщин больше есть только у Аманды Нунес. В дебюте в наилегчайшем весе она одолела первую строчку рейтингов и стала первой среди женщин, кто подрался в трех дивизионах и победил. Плюс поймала бонус. Завтра обновятся таблицы, не удивлюсь, если Андрада будет номером один. И Джессика заявила, что готова дать сложный бой Валентине Шевченко, чемпионке этого дивизиона. Но при этом всем Андрада не собирается ограничиваться только этой весовой категорией. Джессика предупредила матчмейкеров, что при необходимости она готова будет подраться и в двух других ближайших весовых. Хоть в легчайшем, хоть в весе соломинки. Так что ей можно звонить по любому поводу. Джимми Круто. Бешеный полутяж. Мне очень нравится этот малой. Физика, зверская. Партер очень сильный. Черный пояс по джиу-джитсу действительно может скрутить в баронюрок. Так он еще и в стойке усыпить и уложить кого-нибудь спать может. Ему при этом всего 24 года и рекорд в UFC уже 4-1. Ему пора переходить на новую ступень и дать кого-нибудь из верхушки. Топ-15 он действительно хорош. Кутат Эладзе закатил войнушку с Гамратом. Наградили их по заслугам. Удивил Гурам, конечно, своим интервью, где признался, что ему кажется, что соперник победил, а не он. Но победа есть победа в любом случае. Но на самом деле мне кажется, что Гурам был довольно строг по отношению к самому себе. Может быть он отжидал от себя другого дебюта или другого выступления. Но по факту решение хоть и было раздельным, но я бы не назвал это прям таким уж ограблением. Это действительно близкий бой. И, наверное, победу можно было отдать и тому, и другому. Но я не считаю, что здесь кого-либо ограбили. Или что это буллшит. Я зашел на портал, где выставляют независимые оценки. И давайте взглянем, что думают на MMA Decisions.com. Мы открываем этот поединок и видим, как проголосовали люди, работающие в больших всяких порталах, связанных с MMA. И тут 90% буквально в пользу Кутаты Ладзе отдают этот бой. И за Гурамом, по их мнению, именно два раунда. И только трое проголосовали за Гамрата. Короче, большинство экспертов тоже считает, что Гурам победил и согласны с решением Сури UFC. Более того, после поединка Кутаты Ладзе заявил, что готов подраться с Исламом Махачевым на этой неделе на UFC 254. Ислам ведь остался без соперника. И его присутствие на UFC 254 уже даже не под вопросом. По-моему, матчмейкеры решили дать Исламу отдохнуть, потому что найти никого не смогли. Но мало ли им понравится идея Гурам. Впрочем, я в этом сильно сомневаюсь. Все-таки Махачев уже топ и вряд ли ему будет интересен подобный вызов. И Кутаты Ладзе не единственный, кстати, кто надумал не улетать с бойцовского острова и попробовать тут подраться еще разок подряд. Чимаев просто задал новый тренд и все теперь хотят биться часто. Об этом говорили чуть ли не каждый второй боец, побеждавший на бойцовском острове. И вот, например, один из таких это Саид Нурмагомедов. Во-первых, Саид вчера провел прекрасное выступление, раздраконив соперника за 51 секунду нокаутом. Это самая быстрая победа Нурмагомедова во всей его карьере, не только в UFC. Ну, а во-вторых, Саид после боя заявил, что готов подраться еще раз на UFC 254. Если на этой неделе, на этом номерном турнире понадобится кого-то заменить. Саид сказал, что будет на низком старте и Нурмагомедов как в воду глядел. Уже через несколько часов после окончания турнира, где вчера бились все эти бойцы, появляются новости, что брат Хабиба Умар Нурмагомедов госпитализировал. Рвота, высокая температура и, судя по всему, золотистый стафилококк, как пишут в соцсетях. Все это не позволит Умару пока дебютировать в UFC. На этой неделе этого точно не произойдет. Вчера его увезли в больницу в Дубай и на остров он не улетел. Хабиб чуть позже написал, что всю неделю Умар себя плохо чувствовал, но они все равно не отменяли его бой и надеялись, что он успеет прийти в норму перед турниром. Но дело стало только хуже и о бою уже и речи быть не может. Пусть Умар поправляется, на UFC 254 он не подерется, но есть любопытный момент, ведь он бьется в том же весе, где и Саид, в легчайшем дивизионе. Соперником Умара должен был стать Сергей Морозов. И Морозов остался без оппонента сейчас, но с турнира его не снимают. Все еще ищут замену. Так что Морозов настроен дебютировать в промоушене. На этой неделе продолжает свои тренировки. И вот вам хороший вариант для спасения боя. Саид против Сергея. Менеджер Морозова говорит, что этот поединок, поединок против Сергея, уже предложили нескольким другим спортсменам. И они ждут ответа от матчмейкеров организации. Интересно, учитывают ли они предложения Саида. Перейдем к другим новостям в Блиц формате. Естественно, после новости о госпитализации Умара Нурмагомедова с инфекцией, все запереживали из-за Хабиба. Ведь Умар был неотъемлемой частью его лагеря. И они все время проводили бок о бок. Самое страшное случилось бы, если бы и Хабиб подцепил эту хворю. Но пока переживать не о чем. Хабиб чувствует себя хорошо и менеджера. Резван Магомедов сегодня написал, что бой Хабиба в полной безопасности можно не беспокоиться. И завтра вы все сможете в этом убедиться сами, так как состоится пресс-конференция QFC 254. Хабиб и Гейджи перед боем пообщаются. И друг с другом, и с журналистами. Еще один момент. Там выяснилось, что теоретически бой Хабиба и Гейджи мог бы пройти с каким-то ограниченным количеством зрителей. И власти Абу-Даби пошли навстречу UFC. Но сегодня появилась информация, что из зажатых сроков билеты в продажу на этот турнир поступить не смогут, слишком мало времени на то, чтобы согласовать весь план по распространению билетов и рассадке. Так что отбой. Но на этом турнире все равно смогут находиться специально приглашенные гости. Продолжаем. Там вчера Хамзат Чимаев находился на том самом турнире, где бились Артега и Зомби. И он не просто там находился, он сидел за одним столом с Даной и Уайтом. И весь ивент они смотрели вместе, периодически фотографируясь друг с другом и выходя в прямые эфиры. Это было удивительно, конечно, как старые добрые друганы. И после своего боя Артега даже в шутку обратился к Хамзату со словами, мол, размажу тебя. Было весело. Ну а после турнира уже у Чимаева появилась новая идея фикс. Он предлагает Дане Уайту устроить ему турнир в стиле старой школы. Дать ему подраться сразу с тремя соперниками подряд в одну ночь. И он предлагает президенту UFC разозлить всех таким турниром. Как вам эта идея? Если бы это были соперники, как те, с которыми он дрался в первых трех боях в UFC, в принципе, можно было бы такое попробовать. Для зрителей это действительно было бы интересно. А у нас еще пара новостей перед тем, как мы с вами попрощаемся. У Махмуда Мурадова сменился соперник за 12 дней до боя. Кшиштов Йотко слетает с травмой. И Мурадов подерется с очень серьезным парнем с Кевином Холландом. Это, кстати, тот, кто новую восходящую звезду Хуакима Бакли нокаутировал. А заодно Холланд не прочь был и с Чумаевым подраться. Но 31 октября он будет тестировать на прочность именно Махмуда Мурадова. А если вы вдруг соскучились по Пейдж Ванзан, то ее возвращение в спорт откладывается. Она тут в декабре должна была на голых кулаках подраться впервые в карьере. Оказалось, что не сможет. И дебют ее в Бернакле переехал на февраль. Там же подерется, кстати, Тьяго Алвис, ветеран UFC. И на этом будем с вами, друзья, прощаться. Накидываем лайки, подписку оформляем, никуда не пропадаем. Увидимся или услышимся. Завтра это был Давид Багдасырян и проект Hardcore MMA. Редактор субтитров А.Семкин